На протяжении почти всей истории На протяжении почти всей истории христианства возникали споры касательно того, кто же на самом деле Христос, Бог или Человек. Не обошли жаркие споры и картину Поленова «Христос и грешница». Что же там такого изобразил Поленов, что вызвало столь горячие споры среди общества? Сегодня мы вместе с вами продолжаем говорить о главном труде жизни Поленова – цикле работ из жизни Иисуса. Вступлением к этому циклу была написана картина «Христос и грешница», над которой Поленов работал больше шести лет. В 1887 году Поленов знакомится с Толстым, влияние которого пробудило в художнике интерес к теме Христа. В 1898 году умирает сестра Поленова Елена Дмитриевна, тоже художник. Перед смертью она берет слово с брата, что он начнет работать над картиной на давно задуманную тему «Христос и грешница». После смерти сестры Поленов отправляется во второе путешествие на Ближний Восток. Во время путешествия он пишет много этюдов, которые были восприняты как новое слово в живописи. Так как яркие, чистые краски Востока произвели переворот в живописи Поленова, обратив художника к открытому, интенсивному цвету. Поленов работал чистыми красками, смешивая их не на палитре, а прямо на холсте, находил точные цветовые решения, добиваясь небывалой в русском искусстве силы звучания цвета. Путешествия на Ближний Восток помогли художнику представить евангельские сюжеты с точной исторической достоверностью. Кроме того, Поленов отправляется второй раз на Восток для того, чтобы собрать как можно больше материала для грандиозного цикла «Из жизни Христа», который был завершен к 1909 году. Выставка этих картин имела большой успех и на момент экспозиции стала центральным событием в мире живописи. Продолжение следует... В 1914 году была организована выставка картин цикла «Из жизни Христа». Для сбора средств в пользу раненых во время Первой мировой войны. Последний период в творчестве Поленова был связан с усадьбой на берегу реки Ака, которую художник назвал «Барок». Там он строит по собственному проекту дом и в 1892 году переезжает туда. Он давно хотел поселиться на природе. Его жизнь на берегу Аки стала неиссякаемым источником творческого вдохновения. У Поленова была мечта превратить свой дом в провинциальный общедоступный музей, где собирались бы художники. И эта мечта осуществилась. Его музей пользовался популярностью. Его посещали даже дальние экскурсии. Василий Дмитриевич сам показывал его посетителям и давал объяснения. Сейчас здесь находится музей-заповедник Поленова. Он основал народный театр для крестьян и сам активно участвовал в нем. Он писал пьесы, музыку, декорации. Был душой всего дела, а также построил церковь. Умер Поленов в 1927 году в собственной усадьбе. Был похоронен на сельском кладбище на берегу Аки, где очень часто любил писать свои этюды. КОНЕЦ В 1888 году я кончил мою картину «Христос и грешница». Много перестрадал я из-за этой картины. Получил ужасные головные боли. Расстроился нервами так, что Шарко запретил мне два года работать. «Эта картина долгое время поглощала все соки моих нервов. Я отдавался ей весь». Однажды Василий Поленов на выставке увидел картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Под впечатлением от увиденного у юного Поленова рождается идея нарисовать большое драматическое полотно этического содержания, которое могло бы заставить зрителя задуматься. Свою идею Поленов смог реализовать, представивши в феврале 1887 года на 15-й выставке «Товарищество передвижников» картину «Христос и грешница». Замысел сюжета данной картины у Поленова возник еще в период учебы в Академии художеств в 1868 году. Его волновала проблема христианской любви к своему ближнему и нравственного самосовершенствования. Поэтому художник назвал свою картину «Кто из вас без греха?». Но цензура не позволила вписать эти слова в каталог. Разрешили Христос и грешница. Перед тем, как написать картину, Поленов совершает поездку в Египет, Палестину, Сирию для того, чтобы изучить быт, нрав и колорит древней Иудеи, чтобы прочувствовать атмосферу библейского повествования и воссоздать исторически достоверную обстановку. При работе над темой художникам было сделано более 150 подготовительных рисунков, этюдов, эскизов и вариантов картины. Кроме того, Поленов выбирает холст большого размера, который ему пришлось заказывать из-за границы. А сюжетом послужил известный евангельский эпизод о Христе и грешнице. Иисус же пошел на гору Иллионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писав верстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха?» «Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». На картине мы видим повседневную жизнь восточного города. Возле храма беседуют люди, развешано белье, человек на ослике, надвигаясь на нас, едет по своим делам. Но спокойно текущую жизнь нарушает толпа, которая привела падшую женщину. Фарисей в богатой одежде указывает рукой на нее, задавая вопрос, что делать с ней? Все ждут ответа. Обвинители, ученики и даже Симон Кириянин застыл, проезжая мимо. Площадь наполнена людьми, торговки, оборванцы мальчики, коллеги нищие, молящиеся, трудовой люд. Но толпа и ученики разделены. Почти посередине каменного уступа отчетливо выделяется фигура Христа из общей среды. Он сидит спокойно, его поза кажется даже несколько усталой, одет в одежду простонародье. Цензура, курировавшая передвижную выставку, не хотела оставлять картину на выставке. Почему же? Работа нарушала традицию изображений Христа, слишком низменно трактовка евангельского сюжета и неканонически изображен Христос. Поленов акцентировал свое внимание на человеческое во Христе, выведя за скобки все божественное. Работа вызвала жаркие споры. Так кто же он, Христос? Бог или человек? Этот вопрос волновал, волнует и будет волновать людей, встречающихся со Христом. Некоторые люди утверждают, что читая Евангелие, невозможно не увидеть в Иисусе Бога. Это точно так же, как в солнечный день не увидеть самого солнца на небосводе. Ведь апостол Павел писал в своем послании «Великое благочестие тайна! Бог явил себя во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Другие же обращают внимание на человеческую природу Христа в ущерб Божественной. Да ведь и сам Христос не раз подчеркивал, что Он Сын Человеческий. Открывая страницы Священного Писания Ветхого и Нового Завета, мы видим, что во Христе соединилось Божественное и Человеческое. Именно об этом предвозвещали пророки и писали апостолы. «Благодаря человеческой природе Иисус соединился с людьми, благодаря Божественной природе, Он поддерживал связь с престолом Господа. Будучи Сыном Человеческим, Он явил пример послушания для нас. Будучи Сыном Божьим, Он дает нам силу для послушания. Если бы Он явился во всей славе, которую имел у Отца прежде бытия мира, то мы не смогли бы выдержать Его присутствие. Для того, чтобы мы могли созерцать Его, Он сокрыл Свою славу. Свою Божественную природу Он сокрыл в человеческой природе. Его невидимая слава была явлена в видимом человеческом образе. Споры и дискуссии на эту тему не утихают вот уже много столетий, и каждый сам решает, какую точку зрения ему выбрать, но от этого выбора зависит ваша вечная жизнь. Картина Поленова была оставлена благодаря вмешательству Александра Третьего. Он, осматривая экспозицию выставки до ее официального открытия, приобрел эту картину, опередив присматривающегося к ней Третьякова. Тем самым он предотвратил возможные жесткие действия цензуры. Увлечение Поленовым передачей подлинности изображаемого и жизненной достоверностью имело свой смысл. Художник стремился передать реальность личности Христа и всех событий, связанных с ним. Вот его слова по этому поводу. В первых повествованиях о Христе личность его является чисто человеческой, со всеми человеческими чертами и несравненно более для меня привлекательной, трогательной и величественной, чем тот придуманный после его смерти отвлеченный, почти мифический образ, который передали нам писатели и художники позднейших времен. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий, живой человек или Сын человеческий, как он постоянно сам себя называл, а по величию Духа Сын Божий, как его называли другие. Поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности. Поленов стремился доказать жизненность учения Иисуса Христа, которое способно изменить все человеческое общество и каждого лично. Христос на картине несет слова любви, учит человечность не только окружавших его, но и нас. Как мы вместе с вами уже говорили, художник дал название своей картине «Кто из вас без греха?», так как он стремился сделать акцент на идее милосердия, а не осуждения. А как вы относитесь к этой личности? Кем для вас является Христос? Богом ли, который может прощать и спасать и изменять ваш характер? Или же просто особенный человек, который когда-то жил и оставил после себя определенное учение? Ваше отношение влияет на вашу участь? Выбор остается за вами. Музыка 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 Музыка